Улица к Фиату Слушай, ну вообще, конечно, ребят Такой симпатичный райончик Прямо возле озера Глубокого Есть тактика, птички поют Вообще, конечно, все зелено Вот здесь более частные Все, которые видите, такие вот Как красиво вообще Спокойно Привет, друзья Сегодня покажу вам несколько районов Щецина И чтобы вы знали, как они выглядят Что бывают районы И можно сказать, ад и рай То есть районы, которые выглядят великолепно И районы, которые убогие, заброшенные Ну, чтобы вы знали Вот видите, в частности, вот такое вот здание Ну, кстати, когда-то было красивым зданием Что со зданием, не в курсе Ну, вот заброшенная полностью Ну, и вот начинается райончик Конечно, мы в первое время, приехав сюда Попали в этот район Мы немножко были расстроены, мягко сказать Ну, потому что публика такая стрёмная Вон с пивом ходит Не, ну, как бы это такое еще Но... Видите, домат, кофе, сияра, мрачная Ну, видно, что, конечно, заныть балой, как говорят поляки То есть, вообще... Выглядит не очень И сейчас летом оно еще более-менее как-то выглядит Потому что зелень, понятная А мы приехали зимой И здесь, вообще, вот это все Бролое, забор Город непрасивый Абролое, видите, вот тоже, тоже Вот, ну, тут пару каких-то новых Более-менее домов Ну, а сам райончик по себе Тут как-то и погулять негде Ни парка нет В общем... Я думаю, что, конечно, по ценам здесь было Будет дешевле найти квартиру Но она будет явно в ужасном состоянии Потому что видно и так снаружи Дома, мягко сказать, убитые Видите, все спивывают Может, сегодня воскресенье Кстати, а вон на горе башня Близьмарка То есть, я вам уже показывала Линейцы Ну, видите, там что-то пытаются делать Вот там окна сделали Ну, конечно, такой зенепот И эта часть, честно, очень мрачная И, ну, мягко сказать, грустная Честно говоря, вечером даже как-то стрёмно Прогуливаться Поэтому мы и не делаем этого И вам не советую Еще перед тем, как приезжать в Чецен Я читала много в интернете О районах, чтобы понимать, где жить Ну, видите, такие вот Яренькие, стрёмные материалы Ну, здесь такая вот промзона, видите Вот, я читала о районах И читала об этом Что лучше здесь не жить Вечером не гулять Там чуть ли не Потому что здесь опасно Потому что здесь очень много есть еще Заброшенных дач там слева И на них там и бомжей живут То есть, ну, что рассказать Может, оно так и есть И мы не пытались Даже там прогуливаться как-то не хочется Ну, то есть, такой очень бедный район Я так думаю, что это самый бедный район Чецена Когда до него дойдут руки Чтобы его привести в порядок Думаю, не скоро Ну, это уже... Топугу уж мы отъехали Конечно А вон впереди бункер Кстати, в Чицыне Так много бункеров Тип немецких Вот такие вот здания Сейчас, по-моему, не видно Полностью из бетона Ни окон, ни дверей Ой, его там не будет видно Он скинет Ну, вон он, видите Скинет А, вот, сейчас будет видно Ни окон, ни двери Вот такое, что-то стрёмное Так их много Ну, это немцы понастраивали Не знаю, во время войны, наверное Ну, видите, райончик такой Очень Мрачный А вот заброшенная окаменница Тут прям никто не живет Склепы были, то есть Магазинчики были, но Спайли Так что знайте В каждом городе есть ад Это ад Чицына Вот, видите, ребята Улица Голенчинска То есть Район этот называется Голенчино Или Голенчино Но я более Я проверю, напишу То есть Он такой Ужасненький Вот, видите Парк Островска Кстати, такой Симпатичный парк Ну Только как-то Вот тут его начали Приводить в порядок Вот, дорогу сделали И райончик Я проверю Как он называется Точно, честно В районе Остров Или Островска Что-то такое А, так самое А, это, кстати Немецкое Кладбище Вот Выглядит Как этот райончик Это даже не кладбище Это, ну, не Как вы знаете Кладбище Это как парк Поэтому Тут к этому Как-то нормально Относятся Ну, типа Вообще не страшно Там я видела И мамы гуляют С детьми И с колясками И вот так выглядит Этот райончик Но он еще Видите Только начинается Еще ничего не писать Дерево Только-то не двигали Но Дома Такие Симпатичные Ну, милые Такие Ощедрые Милые Колянки Район Район, видите Такой Тихий Спокойный И тут Ну, до центра Ну, я думаю На машине Ну, минут 10 15 Так, нет У меня 10 минут 10 минут Это от центра Но если, конечно, На машине Если на автобусе Понятно Пока дойти до остановки Ну, 20 минут Наверное Вот так вот Ну, он очень тихий Магазин И он Еще Как бы не открылись Ну, конечно Для тех, кто с детьми Не очень Этот райончик Можно советовать Потому что я вижу Что тут ни садиков Ни магазинов Поблизости нет Они подальше там есть Там буквально Вот сейчас парт За ним Там и бедронка есть Ну, так, что Те, кто нужен Там прям Под боком Ну, нет Ну, видите Это кладбищем Тяжело назвать То есть Там еще военные Там какие-то могилы Но Люди там гуляют Больше как так С левой стороны Это Называется Малый Блоня Район Видите Здесь вид Вот Красивый Нащается На возвышении Находится Этот райончик Там вон Вдалеке Щеется Река Одра Лично Мне этот район Очень нравится Он тихий Спокойный Конечно Кто-то скажет Ой Ну, это же Не центр Ну, честно говоря Смысл Жить в центре Десять минут Если машина Десять минут И вы в центре Но зато Здесь тихо И воздух лучше И спокойнее Видите Такие вот домики Трехэтажные На первом этаже Огрудки Вот Я знаю Что тут кредит Продают квартиры Все новенькое Симпатичное Вопротив Видите Еще и частные дома А Вот эти Ближняки Вот Видите Дома Ближняки На две Семьи Как поляки Называют Близнецы Вот такие Вот На две Семьи Ну, тут Еще Видите Строительство Идет Здесь Уже Везде Сделаны Муниципедные Дорожки Что Мне нравится Что буквально Ну, вот Там За этой Стройкой Там Лес Просто Бескрайний Лес И тут Все И гуляют И на Великах Ездят Собачками Гуляют А вот Напротив Есть Вот такой Более Бюджетный Вариант Мы Просто Как-то Поначалу Узнавали Цены Но Я Честно Не смогу Вам Точно Назвать В интернете Все Есть Эта Информация И Этот Райончик Он Четко Напротив Малых Блуни Но Тут Дома Такие Видите Там Не у Всех Балконы Есть И Они Более Бюджетные Ну Тоже Симпатичные Все Аккуратненько Спокойно Тоже Практически У всех Вид Есть Там Вот Начается То Что Этот Район На Возвышении Мальдетские Площадки Но Как С Инфраструктурой То Есть Конечно Гуляет Думаю Что Здесь Конечно Садики Допустим Или Там Магазины То Это Немножко Дальше Надо Ехать Или Куда-то Ити Ниже Спускаться В самом Районе Еще Этбоненты То Ну Новый Видите Абсолютно Новый Ну Мне Нравится Что Не Высотки А Три Этажа Классно Мне Нравится Что Здесь Вот Видите Развязку Сделали Дорогу Сделали У вас Этих Районов Которые Я вам Что Показывала Вот Они Какой Бюджет И И Дор Тут Везде Вот Идут Велосипедные Дорожки Классно Можно Поездить Тут У них Видите Слева Сделаны Крути От Шума Под Забор Ну Кстати Он Действительно Помогает Вот Фактически Везде Идет И Там Идет Пешеходная Дорожка И Вечерами Долго Людей Гуляют И Велосипедная Вон Впереди Большая Бедронка Кстати Очень Хорошая Такая Как-то Более Там Порядок Нам Она Нравится Одна Из Таких Приличных Есть Есть Район Вот Такой Вот Еще Небушева Называется Здесь Видите Такие Ну Каменицы Но Более Или Менее Они Нормально По Виду Выглядят Вон Слева Рынок Огромнейший Манхэттен Ну Он Такой Я Такие Вещи Не Очень Люблю А Именно Вообще Не Люблю Там Движ Всякие И одежда И еда Как-то Все Вместе Я Такую Люблю Вот Ну Здесь Квартира Подешевле Конечно К Центру Вообще Близко Понятно То Что Ты Наверное На Общественном Транспорте Там Пять Минут Ну Семь Минут Не Не Зна Здесь Справа Рыночек Вот Такие Высотные Дома В них Конечно Квартира Подешевле Ну Я бы Советовала Если Здесь То Как-то Все Таки Ближе Во дворах Потому Что Конечно Шумно Из-за Того Что Здесь Трамва И Машины И Тут Довольно Таки Насыщенно Трафик Вот Допустим Я бы В этих Домах И жила За шумом Как Конечно Если Ну В принципе Вот Это уже И центр Да Но Вот Здесь Понятно Шум Ужасный Ну Будет Конечно Дешевле Вот Вот В этих Все Высотках Это уже Центр Вон Впереди Слева В ремонт На этой Сетке Это Galaxy Торговый Центр Огромнейший Просто Там Тоже И еда И одежда Все Что Хочешь Вот Для любителей Центра Вот Такие Вот Дома Ну Как Вы Понимаете Что Конечно Вечный Шум Вечный Движ Потому Что Но Зато Все Близко Магазины Близко Галереи Торговые Центры Остановки Понятно То есть Ну Вот Видите Тут Вперемешку И каменицы Тут Вперемешку И такие Советские Здания Вот Ну Это Самый Центр Вон Справа Гел Ой Каскада Каскада Да Голенчики Как-то у меня В этом доме Боже Это Постоянный Шум Машин Вот Это Запахи Эти Выпытные Это Ужас Ну Есть Люди Кому Нравится Быть В центре Всегда Быть В центре Внимания Как Говорится И в центре Событий Так что Пожалуйста Ну Вот Центр Ну Кстати Если Вот так Жить Ну Прикольно Что-то Квартира И там Сверху На крыше Растения Сарик Очень Прикольно Ну В таком Доме Не очень Интересно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова